Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 3 ноября. Блогер из Пельми, опаленционный КГБ. Бессонов Алексей Борисович. Вы на моем канале. Давно я не выходил, потому что были дела в разъездах и так далее. Друзья мои, ну, безусловно, хотим мы или не хотим, но весь мир живет выборами США. Это, знаете, я уже говорил об этом, как в Риме, да? От того, кто станет императором, чья группировка приведет, какого императора, зависела вся жизнь в Средиземном море, так и сегодня, да? Очень многое зависит от того, кто придет, кто победит. Ну, там выборы. У нас совершенно другая ситуация. Но проблема не в этом. Я хочу сказать, что, если вы внимательно посмотрите ситуацию, которая происходит в стране у нас, вы увидите, что по факту происходит процесс замещения населения, да? То есть количество людей со Средней Азией, китайцев и так далее, ну, мне кажется, уже процентов 15-20 в стране, в разных городах, миллионников и так далее. То есть такая же ситуация в Европе. То есть, да, вот в свое время, в 7-9 веке, образовался огромный исламский халифат, который, так сказать, простерялся Азию, в Север-Африке, Испанию, до Испании доходил, практически в восточную, юго-восточную, здесь Европы захватил и так далее. То сегодня, по сути дела, мы тоже самое сталкиваемся с этой ситуацией. И даже власти в России, они обеспокоились, заговорили, что проблема очень серьезная. Ну, я хочу сказать, что, ну, к сожалению, сегодня вот уже говорят, уже такие статистики, что к концу этого века рыжеволосых, белокурых, с голубыми глазами людей фактически не останется в стране. Да, то есть, ну, идет процесс то, что мы называем замещение населения. Ну, как по факту, вообще рыжие нации, вот рыжеволосые, и тогда агрийцы, ну, не знаю, как называть, ну, вот этот вот типаж, то он фактически исчезающий тип из мировой цивилизации. В конце века рыжеволосых мальчиков и девочек уже не будет. На земле, то есть, фактически, другие типажи заменят. Ну, я не призываю ни к чему, я в Констате говорю о том, что демографы говорят и так далее. И мне кажется, что Трамп отчасти, он вот выражает, это озабоченность белого населения теми ценностями традиционными, которые существуют в европейском мире. Семья, так сказать, те ценности пуританские, которые были свойственны протестантской Америке. И у нас то же самое. Плохо или хорошо, но Путин пытается вернуться к исконным ценностям. Ну, конечно, он это, как он это понимает, как его понимает, как эта группа, которая пришла, взяла власть в стране, как она это видит. Потому что, ну, мое оценочное мнение, вот та система ценностей либеральных, которая победила в стране, во всех направлениях, как литературы, до математики, искусства, да, где-то в 50-е, в 60-е годы, рассвет в 70-е, в 80-е взялся. То есть, вот эта вот либеральная парадигма, она ведет к концу, к катастрофе. Мне кажется, что понимание этого есть. Ну, и, видимо, на политический Олимп, будут выходить какие-то радикально националистические группы. Ну, нельзя, вроде, какие-то фашистующие и так далее, националисты, но что-то в этом роде. Потому что ситуация настолько сложная, что хотим мы этого и не хотим, но вот эти тенденции, они будут возобновлять вверх. Ну, и мне кажется, что Трамп, отчасти, он представитель вот этих вот исконных ценностей Америки. Ну, это неплохо или хорошо. Но я думаю, что с ним в этом плане есть смысл договариваться, вести переговоры, потому что для него, по его ментальности, более приемлемы вот эти традиционные ценности. И это вызывает определенные надежды какие-то положительные. Спасибо, Ваше Бессонне, Всего Борисовичу. Продолжение следует...